МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 10 концертов гастроли в Закарпатье. Все это уже успел сделать эвакуированный в Северодонецк симфонический академический оркестр Луганской областной филармонии. Переехав в начале апреля этого года в Новый город, 35 музыкантов начали работу заново, военно-любимого дела. Северодонецк 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 Обрадовались, когда узнали о том, что все-таки наше предприятие переместили на подконтрольную Украине территорию, потому что, ну, достаточно сложно было. Многие музыканты поразъехались по всей стране. Некоторые и в Россию уехали. Бросив свои дома, бросив своих пожилых родителей, переехали сюда для того, чтобы здесь нам здесь жить и нам дарить радость от их творчества. И то, что концерты всегда переполнены, то, что всегда приходят люди, говорит о том, что филармония здесь нужна, о том, что зрители ждут встречи с любимым уже теперь полюбившимся коллективом. Северодонецк В Северодонецке музыкантов приняло музыкальное училище имени Сергея Прокофьева. Тут филармонии выделили помещение, помогли инструментами. Училище всегда являлось центром музыкальной культуры, но симфоническая орхистр Луганская филармония – это коллектив, который представляет высокую академическую музыку. И, конечно же, исполняют ее очень хорошие профессионалы. И мы очень рады, что в нашем городе появилось огромное количество замечательных музыкантов, которые радуют жителей города, области прекрасным исполнением. Новая жизнь, новые произведения, новые люди. Оркестр растет, пополняется новыми музыкантами. Это и преподаватели, и студенты музыкального училища. Достаточно много высокопрофессиональных музыкантов, хороших среди преподавателей. Ну и, естественно, мы и студенты. У тех, которые есть студенты лучше здесь в училище, мы тоже их пригласили к нам на работу. И сегодня они уже сидят на этой сцене и работают вместе со своими педагогами. Инна Шаповалова – студентка четвертого курса. Занимается музыкой около 15 лет. В оркестре играет на скрипке. В коллективе очень хорошо. Это очень дружный коллектив. Я считаю, что это коллектив, как одна семья. У нас очень дружный коллектив, и старшие музыканты всегда помогают советами, своими замечаниями, без которых невозможна работа наша. Леонид Еременко играет на трубе. Пришел в оркестр, когда был студентом последнего курса. Игра в оркестре – это хорошая практика, говорит Леонид. В филармонию в апреле они переехали сюда, уже официально в Северодонецк. И предложили играть. Не хватало некоторых инструментов. И вот предложили просто, пока они приедут, уже основные работники. И мы подошли, как студент. И вот потом я сыграл конкурс, меня взяли на работу официально. Есть и трудности. Это и нотная библиотека, которая осталась в Луганске, и нехватка музыкальных инструментов, и пока еще не достает музыкантов. Мы стараемся по возможности как можно больше играть концертов. Потому что, честно говоря, за тот период, пока мы скидались по всей стране, мы соскучились за своей работой. Потому что, в принципе, основная часть музыкантов – это в какой-то степени фанаты своего дела. И нам трудно было без своего коллектива, без своей работы. Но, несмотря на это, за время новой жизни в Северодонецке оркестр отыграл более 10 концертов. И даже ездил на гастроли в Закарпатье. Закарпатье 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 Девушки отдыхают В Северодонецке немного концертных, и поэтому приходится, конечно, мы смотрим, мероприятия проводят, и Украинский театр сюда переместился, в Северодонецк, они проводят свои спектакли, мы свои концерты, музыкальные училища у них тоже, свои мероприятия, свои концерты, поэтому приходится делиться площадками, скажем так, чтобы все успели отработать. С каждым концертом программа усложняется, говорит главный дирижер оркестра Евгений Тутевич. Наши творческие планы идут по возрастающей, я имею в виду степень сложности музыки, но сегодня у нас достаточно сложная уже программа, хотя нам не хватает состава, но мы сегодня имеем смелость попробовать такую же масштабную программу, как симфония Чайковского, шестая, патетическая. Как обычно, до выхода на сцену музыканты повторяют самые сложные фрагменты произведения. Потихонечку стараемся усложнять, потому что вырастить оркестр очень сложно, ни за месяц, ни за полгода, на это уходит год, два может уйти. После прогона музыканты настраиваются на выступление и подготавливают музыкальные инструменты. Оркестранты заняли свои места. Сегодняшний концерт посвящен 70-летию Организации Объединенных Наций в Украине. Музыканты исполнили произведения Бетховена, Моцарта и Чайковского. Музыка, которая отображает чувства и судьбы людей. Музыка, цель-захистая, заклик до мира. Заклик, чтобы вина прекратилась. И сегодня будет звучать в программе симфония номер 6 Чайковского, которая рассказывает о том, как человек в мире одна. Это патетическая симфония, которая рассказывает о трагичных событиях, в том числе и в жизни автора. Музыка. Музыка. В планах на будущее у оркестра множество концертов, которые обязательно порадуют зрителей. Музыка. В будущем у нас будет четвертая симфония Брамса в конце ноября. Замечательная бетховенская программа у нас будет в конце декабря, под Новый год, с изумительными солистами. Надеемся, что они приедут. Народный артист Украины Иван Кучер приедет. Заслуженный артист Украины Юрий Кот. Народный артист Юрий Кириченко. Наш, кстати, концертмейстер, который скоро займет свое место тоже. Музыка. Юлия Тинеева, Илья Трофимов. Юлия Трофимов.